Счетом 2-11, 11-2, ну, как кому удобнее. Ну, а второй игровой день они встречались с командой АГ. Играли на карте переулки, проиграли со счетом 11-0. В третий игровой день команда ТК встречалась с коварными на той же самой карте переулки, и коварные оказались сильнее со счетом 11-2. Такой, любимый такой достаточно счет у команды ТК. И последний, четвертый игровой день, который проходил в прошлую пятницу, сыграли с командой Слупер на окраине также со счетом 11-2. За все четыре игровых тура команда ТК смогла набрать в свою копилку только 6 раундов. И они находятся на последней строчке турнирной таблицы на восьмом месте с разницей выигранных-проигранных раундов минус 38. То есть, ну, как мы понимаем, довольно печальную игру демонстрируют ребята. И не все у них получается так, как они хотят. Мы видим, Хоупы зашли, можно со всеми поздороваться. И команда Хоуп. Как же играли у нас эти ребята? В первый игровой день встречались с командой Арена Старс на мостах. Сыграли со счетом 11-6. Выиграли. И нормально. Во второй игровой день встречались с командой Стил Старс. Также на окраине выиграли со счетом 11-5. В третий игровой день Хоупы, можно сказать, сенсационно. Все-таки фаворитами были АГ. Они выиграли АГ на карте Д-17. На одной из сильнейших карт этого состава. С счетом 11-9. Отличный был матч, который для вас комментировал Серега Серентик. Пересматривайте, ищите записи. Они обязательно должны быть в контакте. И в последний, четвертый игровой день встречались Хоупы с Коварными. И проиграли на мостах Коварным. Ну, так, опечалив, так сказать, себе местоположение в турнирной таблице. И на данный момент Хоупы в турнирной таблице находятся на третьей строчке. Имея все шансы, борются ребята за выход на лан. И эта победа им очень и очень важна. Будут потеть. Легкой катки не будет. 100%. Тикью тоже надо показывать. На что они способны. И вообще, зачем они тут. Разница у Хоупов. Кстати, очень интересная разница в раундах. Они, получается, на третьей строчке находятся. Слуперы находятся на второй строчке. И между ними только разница раундов. Роляет у Слуперов плюс 11, а у Хоупов плюс 9. Также АГ находится на первой строчке турнирной таблицы. С разницей плюс 17. То есть, да. Тут все зависит, наверное, сколько раундов сейчас сможет взять Хоуп против Тикью. А во второй паре, я для вас могу сказать, встречаются команды... Команда Слупер встречается с командой Стил Старс. Тоже очень важно им победить в этом матче. Ведь если Хоупы сегодня победят Тикью, а Слуперы проиграют Стил Старсом, то Хоупы выйдут на вторую строчку. Я напоминаю, что первые две строчки турнирной таблицы значат то, что это лан. И это надо бороться, надо действительно потеть, так скажем. И Хоупы отличный чирк именно для этой команды. На чиркали Д-17. Я напоминаю, в третьем игровом дне на Д-17 Хоупы одолели не кого-либо, а команду АГ. А это, как вы, ребята, понимаете, очень и очень сложно. Скажем так, если не вдаваться в подробности, на самом деле это очень сложно. АГ являются действующими чемпионами Warface Open Cup. И все. Все для них складывается, и по турнирной таблице в этом розыгрыше довольно-таки неплохо. Ждем, ждем, когда позеленеют у нас все ребята. Экзорцист, Палантит останется, наверное, в запасе, как обычно, и можно пробежаться по составам. Экзорцист, Медик, Тэшка, Инженер, Джандл, Штурмовик, ВХ-шник, Снайпер и Фортуна, Медик. Два Медика выбрали сетап ребята из команды Хоуп и стандартный сетап у команды ТК. Сережа, Штурм, Штурмовик, Снейк, Снайпер, Этернити, Штурмовик, Эмбарго, Медик и Макс-82С, Инженер. Напоминаю, что Макс-82С довольно неплохо отыгрывал Снайпером. Я помню, как он стрелял на переулках после проигранной для себя матчей, но именно в личном скилле Снайпером он играл довольно неплохо. Серёнтику Серёге передаёт привет от Этернити. Серёга, тебе тоже огромный привет и от меня лично. И мы вот видим, что ВХ-шник передаёт привет Саше Найту, Безумной Марине, Куву 12345 и Кочегару. ВХ-шник передаёт привет. Да, поздоровались со всеми ребята и ждём начало карты. Ждём, 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 когда же начнут ребята из команды ТК. Они, наверное, ждут меня и что-то как-то всё печально. Всё печально, да. Ребята ждали меня. Ну, ничего страшного. В принципе, начинаем чётко по регламенту. И поехали. Сворачивался я, дабы посмотреть, нет ли технических проблем. Технических проблем не наблюдается и меня это радует на самом деле. Трансляции идут ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки в Warface турнирной группе имеются. Пожалуйста, заходите, смотрите. Я очень рад вас видеть и, как обычно, хэштеги в чат, ребята, если вы болеете за команду Hope, хэштег Hope в чат. И хэштег TQ, если вы болеете за TQ. Также можете ставить хэштеги кого-то лично из игроков, если вы переживаете за кого-то лично. Либо хэштег камера, если вы болеете за меня. И мы видим, что в защите Hope, а нет, я уже думал перезаход, так Джандал остановился, думаю, не дай бог. В защите занимают обходку, вдвоём лево-лево держат и Джандал находится на квадрате. Давайте за ним мы посмотрим. Джандал минус Снейк. На заходе он ловит снайпера команды TQ. Да, вот снайпер зачем-то пошёл открывать плент, абсолютно непонятно, зачем он это сделал. Давайте сделаем немножко потише, чтобы было всё слышно и было максимально комфортно смотреть. Экзорцист с пистолетом пытался помочь своему тиммейту. Настрелял, но никого не нашёл в свой прицел. И играем дальше, играем дальше, смотрим. На жёлтом работает Макс-82С. Бомблент имеет на своём борту. Фортуна минус Серёжа Штурм. Тэшка минус Макс-82С на заходе. Этернити настреливает синий. Ничего не получается, Джандал запушил Этернити. Амбарго-то! Минус 3 от эмбарго, это жесть. Это жесть, это грязь. Так, разобрался. Вспомнил я на какую-то Дэнки Мувики кнопочку. Всё. Вспомнил я. Всё-таки сказывается, эти выходные мне дали отдохнуть. Я отдыхал от всех стримов, и это круто. Фортуна минус эмбарго на синем. И первый раунд довольно уверенно. Хоупы забирают свою копилку. Абсолютно ту же модель защиты ребята избрали. Двое пошли в обходку. Лево-лево. Один стоит на арке. Это у нас Фортуна. И Джандал со вторым медиком работают на квадрате. ВХ-шник, между тем, находит Снейка. С угла забрал. Там такой микро-микро пиксель есть. Отличную стрельбу демонстрирует ВХ-шник. И будет пытаться медик резать своего тиммейта. Но понимают, там поджимают уже кишку, да, и не дадут резнуть абсолютно. На поджиме забрал Джандал, также экзорцист. Минус два уже где-то наколотил просто в свою копилку два фрага. И Джандал пытается поднимать эмбарго. На поджиме ловит ВХ-шника. Снайперы раз за разом бегут за чем-то поджимать. Абсолютно не понимаю, зачем они это делают. И Фортуна также забирает последнего медика команды ТК. Все довольно печально на данный момент. У ребят им не все получается. Джандал также занимает квадрат. Но абсолютно ничего не придумывают в защите. Понимают, что это единица. И будет перетяжка. Перетяжка Джандал, видимо, будет пытаться заходить в спину, наламываться. Плэнт уже между тем стоит. Контролится пробег короткая-длинная. На красный, кстати, никто не пошел. Вот только сейчас пошел игрок команды ТК на красный. И смотрим навстречу. Этернити минус ВХ-шник. Тэшка минус Этернити. Разменивается. Есть навал в Плэнт. Экзорцист минус эмбарго. Экзорцист минус МАКС-82С. И серия разменов приводит к тому, что Джандал хэдшотом забирает Снейка. И третий раунд. Между тем у нас переходит к команде Хоуп. Довольно уверенно. И отлично. Отлично играют ребята в защите. Ничего не придумывают. Стандартные раунды отыгрывают. И пока у них все прекрасно получается. Будут пытаться в двоечку заходить. МАКС-82С работает с Плэнтом. Вот сейчас мы видим, что побежали ребята на перетяжку. И ждем, ждем каких-то активных действий. Джандал с Экзорцистом должен слышать эту перетяжку 100%. И уже будут встречать. Будет открытие на Джандула. И давайте посмотрим, сможет ли. Нет, не смог. Снейк забирает Джандула. Будет резурект от тиммейта. И давайте искать камерами. Да, вот МАКС-82С поставил Плэнт. И давайте смотреть за выбиванием. Смогут ли удержать еще раз Этернити? Что ж ты делаешь, друг? Прокидывает Этернити Снейка. И это довольно-таки обидный тимкил ХЕшкой. Наваливается Экзорцист с квадрата. Также холкует ему Джандул. ВХ-шник работает на красном наверху. Все прекрасно видно. Тэшка прокидывает эмбарго. Экзорцист врывался. Получил пулю от МАКС-82С. Джандул разменивается по тиммейту. Фортуна поднимает Экзорциста. Сережа Штурм навалился. Медика забрал. Но слишком большие потери понесла команда ТК к данному моменту. И Сережа Штурм, оставаясь последним, затащить на самом деле. Ну, шансов не было. Дистанции короткие. Медики-инженеры, на которых рулят безраздельно, безгранично даже. Можно так сказать. Не побояться этого слова. И шансов на самом деле у Сережи Штурма почти не было. Только если какой-нибудь шальной мозголом бы залетел. Ну, это на самом деле на таком серьезном уровне. Это из разряда невозможного. Пытаются зайти в двойку. Не получилось два раза подряд единица. И будут заходить в два. ВХ-шник занимает угол. Также уже ребята наваливаются. Это верните. Отличным хедшотом. Открывает раунд для своей команды. Забрал Джандула на квадрате. ВХ-шник разменивается. Снейк с Эмбарго. А также забирают Джандула и ВХ-шника. Фортуна наваливается. Надо, надо, надо искать, надо искать живых. Ой, а тут между тем-то уже пока я тут разбирался. Там получается Эмбарго. Оставался последним. И Тэшка минус три. Пока вообще без шансов на самом деле. И смотрим, как же будут играть в атаке команда Хоук. Не стали ничего придумывать. Пошли спокойно в двойку. И будут пытаться ставить бомб плент именно на втором пленте. Пошел уже заход. Ребята это слышат, понимают. Есть двое работающих сверху. На красном остается один. Будет выходить на балкон. И давайте займем какую-нибудь позицию поинтереснее. Тэшку на постановке плента никто не поймал. Только врывается Снейк. Врывается Макс-82С в плент. Сережа Штурм прыгает с балкона. Десантом должен забирать сейчас Экзорциста. Тэшка между тем наколачивает минус два. И хелкует Джандулу. Который также делает серию фрагов. И все. И на самом деле все. Пока опять без шансов. Опять без шансов. Очень строго ребята играют. Тэшка вообще идет 12 на 0. Видим максимальную готовность этого игрока к карте Д17. И Тэшка хочет на лан. Хочет на лан этот игрок. Не был еще ни разу. Хоть и заработал себе такое неплохое имя. Именно в соревновательном Варфейсе. Но тот кто интересуется. Тот знает о чем я говорю. Но на лане ни разу еще не был. И семимильными шагами ребята идут. И ребята делают все. Чтобы оказаться там. Этернити со Снейком. Будут наваливаться в квадрате. Сейчас там Экзорцист. Просто должен устраивать грязищу. Забирает Снейка. Этернити разменивается. Сережа Штурм. Также работает на балконе. Макс-82С заходит в плент. Забирает Тэшку. Этернити минус Экзорцист. Фортуна наваливает в плент. Забирает Макса-82С. И Сережа Штурм остается в четверых. Вдвоем. Команда Хоуп остается против четверых. Из команды ТиКью. Навалили ВХшнику на синем. Джандул живет. Джандул живет недолго. В кишке забирает его Этернити. И первый раунд. Который взяли команда ТиКью. В защите вроде более или менее что-то начало у них получаться. И довольно неплохо. Довольно неплохо ворвались. Разобрали. Макс-82С забрал Тэшку. 2 на 7 личный счет. Но все-таки именно в этом раунде все у него получилось как ни на есть лучше. Немного другая модель защиты именно у команды ТиКью. Занимают они второй этаж. Есть квадрат. Есть поджим единички. Но это заход на двоечку. На двоечку будут заходить. И там-то походу в спину сейчас будет пытаться забирать. Нет. Не пошел Снейк. Не стал рисковать. Зачем-то откидывает ХЕшку на единицу. Видимо есть какая-то дизинфа от ребят. Либо что. Зачем не понимают. ХЕшку будет вываливаться на балкон. Слышит его прекрасно Фортуна. Подставляться не будет. Понимает, что он медик. ВХшник минус ВАКС-82С. И кстати ВХшник сменил класс. В 3 медика играет сейчас команда Хоуп. Сережа Штурм в открытую залез на балкон. Балкон отличным хэдшотом. Экзорцист с револьвера забирает. Тэшка также забирает Этернити. Тэшка минус Снейк. И шансов мало. Эмбарго разменивается по Тэшке. Вот два раза подряд погиб Тэшка именно в атаке. В атакующих раундах. Тэшка все-таки открыл свой... Вернее, открыл счет своим смертям, так сказать, виртуальным. И ничего нового ребята не придумывают, как и в очередной раз пойти на двойку. С угла будут наваливаться. Довольно-таки агрессивную модель защиты избрали. Команда ТК угадали. И возможно это будет даже перетяжка. Джандл находит Этернити в углу. Отличным хэдшотом отправляет того смотреть камеры за своими тиммейтами. Сережа Штурм наваливается на балконе. Тэшка минус МАКС-82С. Экзорцист забирает Снейка. Сережа Штурм минус Экзорцист. Джандл также разменивается. И эмбарго остается последним. Заметил еще, что Экзорцист взял Штурмовика. Все-таки не стали играть в 3 меда. И только сейчас. Ну, привычный такой, более привычный сетап. В 2 Штурмовика в НЖА и в 2 меда избрали команда Хоуп. И в очередной раз двойка. В очередной раз двойка. Придумывать ничего не стали. Сейчас будет раскидка дымов наверняка. И, ну, Тэшка не спешит заходить. Понимает, что можно перейти Тунца. Подставил мину в обходочку. Да, вот мы ее прекрасно видим. И все-таки это будет 2. Раскинуты дымы. Стоят строго по позициям. Джандулы запустили в угол. Видимо, в спину пойдут ребята из команды ТК. Пошел чекать спину Фортуна. Понимает, что наваливать могут. Наваливать, скорее всего, будут. А мы давайте будем с вами, дорогие друзья, смотреть, как же ТК смогут ли на этот раз выбить плент двойки. Один раз у них только это получилось. Счет 8-1. Кстати, последний раунд перед сменой сторон. Этернити забирает ВХшника. Тэшка минус Сережа Штурм. Снейк с Эмбарго отлично навалились. Минус 2 от них. Эмбарго еще и Джандул отправляет. Красавчик. И Экзорцист оставался последним. Макс 82С. Кстати, тоже взял Медика. Напоминаю, начинал вообще инженером. А на переулках играет снайпером. Вот так вот интересно. Многохотовочку такую показывают. Показывают готовность играть всеми классами. И давайте посмотрим, что же придумают на этот раз команда ТК. Команда ТК будет у нас атаковать. Стандартную модель защиты для себя выбрали. Только в этот раз пошел еще один игрок чекать единицу. Понимают команда Хоуп, что это не единица. Что заход, скорее всего, по двойку. А дело-то пахнет перетяжкой, похоже. Нет, еще не перетяжкой. Стоят ребята строго по позициям. И пытаются раскидывать Джандл на квадрате. Серия дымов. Отрезают дымом Джандл. А ну в дым-то он Этернити просто настрелял по синему. Боже мой, такой хэдшот в дым залетел. Это минус мораль, счет 8-2. И это жесть на самом деле. Под синим работает Сережа Штурм. Эмбарго поднимает Этернити. И смотрите, три игрока уже наваливают с угла. Джандл еще. Ой-ой-ой-ой, что за грязь. Этернити минус Джандл. Также наваливается Экзорцист минус Эмбарго. Этернити минус Экзорцист. И ситуация 1-2. Без шансов на самом деле. Пушил угол Снейк. Понимал, что надо что-то делать. Надо решать. Надо как-то тащить этот клатч. Но без шансов. Но без шансов. И счет 9-2 пока не видно за счет чего. И не видно, да, за счет чего ТиКи будут набирать такие важные для себя раунды. Неужели опять два раунда возьмут не больше? Вот очень интересно, как они набирают не более двух раундов за каждую катку в каждом игровом дне. Больше двух раундов не взяли. Смогут ли забрать 3 у Хоуп? Как вы считаете, дорогие друзья? Пишите в чат. Болейте за своих команд. Переживайте. И хэштеги, хэштеги по обыкновению. Пишите в чат. Не стали, не стали ТиКи заходить на двоечку. Давайте посмотрим, где находятся ребята. А они уже перетягиваются на единичку. Поставили плент. Макс-82С очень близко будет принимать красный контейнер. И все шансы на выбивание есть. Очень близко друг к другу работают команды ТиКи. Не стали расходиться. Пытаются хэлповать друг к другу спины. Наваливаются трое с красного контейнера. Макс-82С должен отлетать. Отличные минус 20. Минус 3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Счет, счет, говорю. Простите, дорогие друзья. ВХ-шник остается последним. И давайте смотреть. Ресет, между тем, Тэшку. Тэшка теперь уже остается последним. И минус от Сережи Штурма. По Тэшке хэдшотом. Сиг Сау разобрал. Отлично, уверенно. Счет 9-3. Между тем, сломали команда ТиКи. Свою вот эту неприятную статистику. Что они могут взять не более двух раундов у своих оппонентов. И 3 забрали у команды Хоу. О команде Хоу я напоминаю. Я говорил об этом в самом начале нашего с вами вечера. Что им разница очень и очень важна будет в противостоянии именно с командой Слупер. Потому что Слуперы по разнице, только-только лишь по разнице находятся сейчас на второй строчке турнирной таблицы. А вторая строчка турнирной таблицы это прямая путевка на лан, как вы понимаете. И мы видим перетяжечку в сторону единицы от команды ТиКи. Стоят строго под желтым. Нет, все-таки обратно-обратно. Обманули меня, обманули вас, дорогие друзья. И Тэшка на поджиме убивает от Эрнити. Отличным минусом резать, наверное, не дадут. Джандул поджимает спину. ВХшник с красного. Экзорцисс на квадрате. И Тэшка очень агрессивно встал. Должен отлетать. Да, отлетает. Экзорцисс между тем забрал Сережу штурма. И Джандул врывается. Просто делает грязь. Минус 3 от Джандула. Эмбарго остается последним. На желтом инфа по нему абсолютно есть. И минус от ВХшника. Счет 10-3. Отличный раунд продемонстрировал Джандул. Пропустили спину команда Ти Кью. И собрал урожай из трех фрагов. Этот штурмовик. Именитый довольно-таки штурмовик. И все как ни на есть лучше. В защите у нас команда Хоуп. Напоминаю. И команда Ти Кью будет пытаться атаковать плент. Двойки. ВХшник слышит Этернити в кишке. Понимает, что там есть игрок команды Ти Кью. Тэшка на хелпе. Сережа штурм Этернити. Получают еще и Хаешка. И ВХшник пошел пушить. За что в принципе поплатился Этернити. Отправляет ВХшника покурить. Отдохнуть. И дает возможность тиммейтам ВХшника. Ой-ой-ой. Джандул. Просто Джандул. И Тэшка. Все. Все. Это раунд. Эмбарго остается последним. И просто не запустил Джандул в плент. Тэшка также не пропустил кишку. И ой-ой-ой-ой. Эмбарго минус 3. Мог же тащить. Ну хорошо. Отыграл Эмбарго. Личный счет у него довольно хороший. Ну вот видите. Команда ТиКью. В каждом игровом дне. Они вот знаете. Как звездочка такая. Кто-нибудь из игроков хлоп блеснет. Да. Вот именно личным скиллом. Как сегодня вот. Ой простите. Эмбарго. Да. Хлоп. У него залетает. Вот у него все идет. Вот у него все получается. Допустим. В первом игровом дне. Я помню. Макс хорошо стрелял. 82С. Снайпером. Вот именно тактической какой-то игры. И общего знаете. Общего. Общей стабильной стрельбы всей команды. Вообще нет. Кто-то в отдельные игровые дни играет хорошо. Но этого мало. Это мастер лига. И тут. Любого не готового игрока. Из-за него просто карается вся команда. Со счетом 11-3. Напоминаю. Хоуп. У нас выигрывают команду ТиКью. И. И это опять. Опять жесть. На самом деле. Фанерку. Фанерку запустили над картой D17. Как у нас уже. Серегой принято. И это жестко. Это жестко. Дорогие друзья. И у меня для вас. Кстати. Знаете что есть. У меня для вас есть. Отличный подарок. Отличный подарок. Для тех кто на трансляции. Для тех кто смотрит наш прекрасный стрим. Есть отличный пин-код. Отличный пин-код на 100 активаций. И самые шустрые. Самые быстрые. Самые проворные. Которые могут печатать очень-очень быстро на своих клавиатурах. Этот пин-код обязательно активирует. Раз. Два. Три. Пин-код лови. Далеко ребята не разбегаемся. У нас небольшая пауза. На своих экранах вы видите что в 21.00 мы приступим к просмотру второго матча нашего вечера. И будут встречаться у нас команда ВЕНТСП против Коварных. Начнется трансляция ну наверное минуток на 5 пораньше. Еще расскажу как играли эти команды. Пообщаемся именно по поводу их игр. И распределение команды ВЕНТСП Коварных по турнирной таблице. То есть очень интересные там тоже моменты присутствуют. Как-то так. Как-то так дорогие друзья. С вами Юрка Ноунейм. Далеко не расходимся. Запасаемся чаем. Запасаемся попкорном. И ждем начало второго матча. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Команд Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, хотел бы от себя сказать Все-таки мосты Это сильнейшая карта Именно команды коварные И все это понимают В общем-то Но хоупы почему-то Мосты не вычеркнули Понадеялись, наверное Что оппонент сам уберет Свою сильную карту Но это Не прошла такая тема Не прошла абсолютно Команда Вент-СП Шла К пятому Игровому дню Вот такими Судебами В первом игровом дне Встречались со слуперами На переулках и в допах Такой сложный очень матч был Для Вент-ТСП, я его для вас освещал Проиграли с лупером Со счетом 14-12 Видимо вот этот переломный момент Того, что все свои матчи Команда Вент-ТСП проиграла Да, стрим идет Все в порядке Давайте напишем Получается во второй игровой день Команда Вент-ТСП встречалась с командой Арена Старс, проиграли со счетом 8-11 на Д-17 В третий игровой день встречались с командой Стилстарс, проиграли на Д-17 Также 9-11 И с командой АГ В четвертый Игровой день играли на переулках Проиграли 11-6 Вент-ТСП замыкает Также турнирную таблицу По разнице находится на седьмом месте Минус 12 у них в очках И команда Коварная Имеет 6 очков На данный момент на пятой Строчке Два матча проиграно Два матча выиграно Плюс 8 разница И от себя От себя, ребята, надо потеть Именно команде Вент-ТСП Показать, что они способны Показать, что они не хотят отдавать Все свои матчи А Коварные Коварные в свою очередь Имеют, по-моему Призрачные шансы попасть на лан Есть, если все Из лидеров команд Ну вот АГ, Слупер и Хоуп И Аренастарс проиграют Свои матчи То Коварные в принципе Шансы на выход На лан Финал имеют Посмотрим Посмотрим, чем кончится черк Сможет ли команда Вент-ТСП Вычеркнуть Неудобные для себя Карты Либо Коварные смогут Начеркать удобные для себя Мосты Обязательно посмотрим Давайте пробежимся по составам Команда Коварные Толстячок Штурмовик Злобный пони Медик Папайя Инженер Айсбенд Снайпер Истрайволк Штурмовик Есть такая Интересная информация Но такая Знаете По секрету Вам на ушко Шепну Что команду Коварные Представляет Очень именитый Снайпер Очень и очень Именитый Снайпер Который Играл на лан Финалах Он играет сейчас Под другим Никнеймом А вот какой Друзья мои Я вам наверное Называть его не буду Так сказать Интрига Такая залетела Думайте Думайте Кто этот Снайпер Думайте Узнавайте Его по манере Игры стрельбы Возможно Под конец Данной встречи Я вам Назову Назову Кто это Но не факт Посмотрим Посмотрим Будет ли Активен чат Будет ли Много хэштегов Напоминаю Стрим идет В Одноклассники Идет Вконтакте В очередной раз Ютуб Именно ко мне Сегодня Опять Не расположен И мой поток Идет только Вконтакте И только В Одноклассники Команда Вентэсп Кампл Штурмовик Также Очень именитый Штурмовик Вот Прям Абсолютно Именитый Прям Великое имя Себе Заработал И Сейчас играет По другим Никнеймам Я так думаю Все люди Которые интересуются Соревновательным Варфейсом Обязательно Знают Кто он Шондер Инженер Лоскил Снайпер И Двил Медик Ждем Второго штурмовика К сожалению Я на память Его не вспомню Кто же По моему Рандэй По моему Рандэй Играет за Команду Вентэсп Вторым штурмовиком Если я Конечно же Не ошибаюсь Черк Черк Скорее всего В скайпе Что ли Идет Я не понимаю Давайте Со всем Поздороваемся Да И ждем Ждем Когда же Рандэй Явится Так скажем На матч По времени Есть у нас По регламенту На ожидание 15 минут И Если Все таки Рандэй Не зайдет Будет присуждено Техническое поражение Не хотелось бы Мне конечно же Его увидеть Все таки Хочу я Посмотреть Как команда Вентэсп Будет потеть Против коварных Напоминаю Напоминаю Что команда Вентэсп Имеет на своем Щиту Ноль в активе Ноль в активе Побед И имена На самом деле Очень и очень Серьезные Представляют Именно эту команду Это Двилло Скилл Кампл Ну давайте Кампла я вам Назову Кто это Это Ипман Легендарный Штурмовик Команды Беспонтов Лид Которые Выигрывали Ланфинал В Москве И Огромаднейший Опыт Но к сожалению Что то идет Не так Именно в этом Розыгрыше Мастер лиги У ребят И не все У них Получается Надеюсь Что сегодня Все будет по другому Не как Прошлые 4 игровых дня И ребята Смогут найти Найти все таки Свою игру Ведь по Личному Так скажем Да Скиллу По личному Опыту Абсолютно Команде Коварно И вообще Да в общем то Всем командам С которыми Они встречались Они не уступают Абсолютно Не уступают Завтра Кстати Я для вас Буду показывать Опять В очередной раз Команду Вента Све Встречаться Буду Также С аутсайдерами С командой Тикью И посмотрим Прям вот Заруба Обещает быть Действительно Очень жесткой Тикью Отлетают Напоминаю Мы сегодня Их посмотрели В первую В 8 часов По московскому Времени Тикью Встречали с Хоупами И проиграли Со счетом 11-3 На Д-17 Завтра Будут встречаться С Вента СП Ну или Вента СП Будут встречаться С Тикью Кому как Удобнее И это Две Две команды Аутсайдеров Посмотреть Будет Обязательно Интересно Ведь Ну по стрельбе Да и вообще Ну нет слабых Игроков на мастер лиге Как ни крути Хоть и не заходит Стрельба У Вента СП Что-то не получается Но ведь Мы вспомним Как они в первом матче В первом игровом дне Простите Потели Против слуперов Я не побоюсь Этого слова Там действительно Был пот на переулках 12-14 И на таких На качелях Так скажем Вента Проиграли И обидное Довольно таки Поражение Которое видимо И сказалось На общем настрое Команды И потом не смогли Просто не в одном Игровом дне Ну и опять же Соперники Да Какие соперники Были у команды Вента СП Это Ахг Стил Старса Арена И Слуперы Это то есть Те ребята Которые сейчас Ну находятся Так скажем В верхней части Турнирной таблицы Только с Хоупами Еще Вента СП Не играли И пожалуй Сложное Сложное у них Было начало Начали прям Сразу С места в карьер Скажем так Со слуперов И ну Слуперы Это слуперы Слуперы между тем У нас борются За выход На лан-финал Да Сегодня Также Слуперы выиграли У команды То ли Арена Старс То ли Стил Старс По-моему У Стил Старсов Они выиграли На Переулках Со счетом 11-9 И имеют Определенные шансы Выйти на лан-финал В Москву То есть Ну Это для общего Такого понятия Да Для вас Дорогие друзья Чтобы вы понимали Да Цели и силы Разных команд То есть Да Ну Слуперы борются За лан-финал Вента Хоть и проиграли Все свои матчи Но между тем Со слуперами Именно сыграли Довольно достойно Да и в общем-то У них и отлетов Таких прям жестоких Не было Я так думаю Ребят Все должно получиться Все должно получиться Именно в этом матче Ведь с коварными Надо потеть Коварные Так же Начали не очень хорошо У них тоже было Такое знаете Начало Ну такое прям Сразу Как на плаху Их повели Да В первом игровом дне Встречаться с командой АГ Это Ну Довольно серьезно Плюс по черку Видимо что-то не так Вышло у команды Коварные И начеркали Аж на Д17 Против команды АГ Ну то есть Вы понимаете Да что это значит Ну Как-то так Вот такие мысли Все-таки Я считаю Фаворитом данной пары Команду коварные Имеют они Плюс мораль Да Не выиграли никого-либо В пятницу А Хоупов Которые так же Имеют все шансы Выйти на лан-финал И все-таки Плюс моралька Плюс хорошее настроение У коварных присутствует И есть шансы Все-таки Если Все фавориты Нашей турнирной таблицы Проиграют Да Папайя уже торопит Точно Точно Я вспомнил Рандея Рандея нам не хватает В комнате Вот Я просто знаю Как его зовут Но это не суть Это не суть Торопят уже Команда коварные Команду венте СП И по регламенту У нас на ожидании Есть еще Пять минут Технические проблемы Говорит в ответ Шондар И давайте Поддержим Поддержим Команду венте СП Хэштегами В чат Заспамьте просто Весь чат Хэштегами Надо Надо болеть за них Также Болельщики Команды коварные Могут болеть За своих Ребят И все будет Круто Технические проблемы На самом деле Это всегда Такое Печальное дело Ведь Не предугадаешь Когда тебя Подводит Тот или иной Девайс Можно сказать Компьютер Либо просто Твой провайдер Отказывается Тебе давать Доступ В интернет Ну и Вот такого Рода Технические Проблемы На самом деле Это Не плюс Мораль Для команды И она Всегда Сказывается Ну Не знаю Мне кажется Это лишние Нервы Ребята Сидят Ждут В комнате Зайдет Не зайдет Либо замена Будет А замены Как вы понимаете Довольно Сложно Играть Вот Вот Как то так Лоскил Будет Будет Менять Что Снайперскую Винтовку Штайр Скаут Лоскил В руках Я к сожалению Не помню Вент СП Я для вас Уже транслировал Вот И лоскил Не помню С чем играл Честно Не помню Айс Бен По моему Играл с АИКСом С АИКСом Если я не ошибаюсь Ну Это Это ладно Это ладно Снайперы Друг друга Так скажем Подзадоривают И Так Мол Типа Давай договоримся На каких Снайперских Винтовках Будем с тобой Перестреливаться Ну Такой Достаточно Щекотливый Момент На самом деле Медики Выбрали У нас Фабармы И Штурмаки Что Штурм Боже мой Что я говорю Штурмовики Будут играть С Эмками Только Дина По моему Играет С Энфилдом С прекрасной Штурмовой Винтовкой Я кстати Сегодня Выбил Энфилд И Можете Меня поздравить Огромное количество Кредитов Было Слито Но Он есть Теперь у меня И я тоже Буду Учиться Играть С этим Оружием Такая Отличная Штурмовая Винтовка Могу Посоветовать Тенить Не Пожалеть Ждем Ждем Дорогие Друзья И Кстати Про себя Я забыл Болейте за меня Мне тоже Необходима Ваша поддержка Очень Доволен Я и рад Что я имею Возможность Комментировать Для вас Матчи Мастер Лиги И если я буду Понимать Что вам Это нравится Я увижу Хэштеги В чате С камерой То Это Это приятно Это приятно Дорогие друзья И кстати И кстати Рандей Рандей Зашел в комнату Матч состоится И это Очень хорошие Очень хорошие Новости И только Хотел сказать Что После матча После матча Для самых Активных Для самых Вот кто больше Хэштегов В чат напишет Тот 100% Успеет Активировать Подарок А подарок Как обычно Пин код Не стали Не стали Затягивать С черком Рандей Вычеркивает А край Но Айсбенд Отвечает Минус Пункт И посмотрим Будут ли мосты Вот мне очень интересно Будет черковарных И очень интересно Посмотреть Что же Начеркает Команда Вентесп Мосты Надо скорее всего Им убирать И пытаться На какой-то из карт Противостоять Команде Коварной А вот на какой Мы узнаем Немножко попозже Пока не черкают Пока не черкают Такое затишье Перед бурей Так скажем И ждем 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 Решение Команды Вентесп От черка На самом деле Очень много Всегда зависит И топовые Такие коллективы Которые не раз Друг другом Встречались Я так думаю Они прекрасно Понимают Сильные и слабые Стороны Своих соперников И вот Проиграть черк Это ну 50% Того Что ты Просто проиграешь Ну Карту Так скажем Рандей между тем Зашел в комнату И отвалился Опять куда-то Отошел Нам пишут Да с эмками Будут отыгрывать Штурмовики И лоскил Определился ли С выбором Да определился Скорее всего Будет играть Со штайр скаутом И погнали Погнали И погнали Погнали Ждем 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 Абсолютно Стандартный Выбор Девайсов Эмки Фабармы Хани бейджеры И У лоскилла Штайр скал И у айс бэнда АХ 308 Папайя предлагает сыграть Бест оф 5 Ну у ребят Видимо очень много времени У меня между тем Я напоминаю Уже 12 час ночи И я бы наверное Ну пораньше Пораньше Можно было бы договориться С этими коллективами И с удовольствием Отстримить Бест оф 5 Без проблем вообще Но 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 Опять вылетел У нас рандей Шондер пишет О том что вылет Вот Появился Появился рандей В комнате Отлично Отлично И ждем Минус окраина От папайи Минус пункт Минус мосты Что-то окраина Пункт Что-то как-то Как-то странно Просто Просто напомнил Папайя Какую карту Уже Вычеркивали И между тем У нас остается Карта дворец Карта Д17 И карта переулки Если я все Не напутал Не должен был я Напутать И смотрим Смотрим Маппулы с трех карт И ждем Ждем Что же начеркивают Ребята По одной карте Могут еще вычеркнуть Ребята И напоминаю Что последними Будут черкать Команда Вентеспа Это значит Что они будут выбирать На какой карте Будут играть Либо дворец Либо переулки Либо дворец Либо переулки Ожидают нас Дорогие друзья Задергали Задергали Уже абсолютно всех Этим томительным ожиданием Очень долго Находимся в эфире Без просмотра матча И как-то Сложно Сложно Ждать Знаете Как говорится Самое сложное в жизни Как говорят умные люди Это ждать И догонять Вот нам сейчас Приходится ждать И нервы Лишние У команд И у нас с вами Дорогие друзья Ведь Никто не любит ждать Да Это знаете Как теребить себе нервы Так Ну хотя Опять же Предвкушение Прекрасного матча Это тоже нормально Игра Между тем Будем переулки Сторону будут выбирать Команда коварная Насколько я понимаю И давайте Ребятки Поменяем классы Только что Называл Сетапы Да Все составов И коварные Начали Баловаться Менять Опять у нас Покинул комнату Рандей И на самом деле Действительно Проблемы технического характера Присутствуют Я надеюсь Что с карты Он вылетать не будет Рандей так написал Минус дворец И минус Рандей Просто Чух Улетел с комнаты Этот штурмовик Такое знаете Ну Положительные моменты Я пытаюсь найти В этом всем Но Рандей Наконец таки Появился Появился в комнате Этот штурмовик Я надеюсь Сейчас команды Поставят Наконец Переулки И мы начнем Смотреть Этот прекрасный Поединок И между тем Можно отметить Что у команды Коварные Замена присутствует То есть Ну сразу же Мы видим Коломпай Который находится Это кстати Глава Клана Коварные Находится в онлайне Дабы подстраховать Своих тиммейтов На случай Каких-то Технических проблем И к сожалению Я не вижу Запасных команд Вент-ТСП Чтобы понять Готов ли кто-либо Поддержать Рандея Если у него Опять что-то Пойдет не так Видим Серию вылетов От этого штурмовика И затягивается Такое ожидание Не спешат Менять карту Ребята Не смотрим Айсбенд Не спешит Менять карту И я надеюсь Все-таки Начнем Мы смотреть Этот отличный матч А кстати Еще чирк Даже не закончился Боже мой Напутал я Вот там Ну все-таки На переулке Начиркали Напутал я Тут Очень много Написывали в чат Папайя По минус 2 Там писал И так далее И тому подобное Но все-таки Да Начиркали на переулке Коварные будут Начинать В атаке Вент-ТСП Будут начинать В защите И все как обычно Все как обычно Дорогие друзья Защита Я считаю Доминирующая сторона На карте Переулки Коварные Начнут наоборот С более такой Слабой стороны И все будет Отлично Толстячок У нас будет Отыгрывать Штурмовиком Ой как интересно Злобный пони У нас Основной класс Инженер Взял он Медика Папайя Штурмовик Взял инженера И хотят удивить Хотят видимо удивить Ну Страйволф И Айсбенд Играют своими Основными Классами Ну удивляют Удивляют сетапом Я так думаю Какая то такая Психологическая Атака наверное Ну посмотрим Ну видимо готовы Играть другими Классами И наконец то Пошел Отчет Да Опять я заговорился Очень много Приходится говорить В такие длинные Паузы И я готов Я готов Дорогие друзья И начнется Отчет Начнется Отчет С минуты на минуту И будем Будем смотреть Переулки Бест оф Ван Напоминаю Пятый тур Мастер Лиги Сезона 10 Мы имеем Возможность С вами наблюдать И последний матч Второй И последний матч Сегодняшнего вечера Завтра Мы кстати будем С вами дорогие друзья Также вечером Смотреть команду Вент СП А первым матчем На моем потоке Будет никто иной Как команда АГ Очень интересно будет То есть я вам Такой сразу Знаете Анонсик Такой на завтра Такой запилил Типа Не забывайте Заходите Смотрите Я с вами Я транслирую Все у нас круто Между тем Начинается отсчет Будем болеть За свои команды Опять же Напоминаю Хэштеги В чат Вент СП Если вы болеете За эту команду Хэштег Коварный Если вы болеете За эту команду Хэштег С никнеймом Игрока Если вы болеете За кого-то Персонально И хэштег Камера Если вы переживаете За вашего комментатора Напоминаю Для всех Для вас работает Юра Нонейм И мы начинаем Наконец-таки Начинаем С просмотра Карты Переулки Посмотрим За Рандеем Который Так долго Пытался Зайти в комнату Абсолютно Стандартную Позицию Защиты Для штурмовика Он занимает Уходит на центр Планта двойки От Демили Команда атаки Кулак И будет Пацат Нет Рандея Занимает Довольно близко Агрессивную позицию Эту позицию В принципе Могут зачекать Вообще На изичах Так скажем Но это дефолт Это дефолт Который чекается Абсолютно Спокойно А раунд Раунд Между тем Скорее всего Будет Мне кажется Перетяжечка Не вижу я Где находится Именно Бомплент Папайя Играет у нас На зелени На своем борту Имеет пакет Имеет пакет Который надо Заложить на Плент двоечки И мы Смотрим На балконе Работает Снайпер команды Коварный По центру Страйволф Минус Рандей На центре Кампл Пытается Работать Зигзага Айсбенд Минус Кампл Лоскил Минус Айсбенд Узнал О местоположении Снайпера Коварных И дал Минус Толстячок Минус Двилл Поймал Вот так же на балконе Нет медика Лоскил Минус Лобный Пони Шондер Минус Трайволф И ситуация В 2 В 2 Толстячок Минус Шондер Папайя У нас уже Врывается В плент Лоскил Минус Толстячок И ситуация Один в один Инженер Против Снайпера Ставит Инженер Плент Ставит В закрытую И надо Искать Надо Искать Прицел Аккуратно Пытается Открываться Лоскил Но не пускает Не пускает Папайя Слегка Наприл Снайпера Команды Вента СП И довольно Ой-ой-ой-ой Хорош Хорош Будет зачекивать Мины Вероятно Которые мог Оставить Штурмовик На пленту И не дай бог Ему Ее не поймать Все Пошел раздев Планта И первый раунд В защите Переходит В копилку Команды Вента СП С чем их В общем-то Можно и поздравить 4 фрага Между тем У нас наколотил Этот снайпер И о чем я и говорил Вент СП Надо браться Надо браться Набирать такие нужные Важные для себя раунды Ну Не для них Не для них Счет 0-4 Да Вот по играм К пятому туру Мастер лиги На самом деле По именам Очень-очень серьезные Ребята все играют Коварные Пытаются зайти через мусорку Втроем будет наваливаться Состав В четвером В четвером Находится на мусорке Айсбэн Тыщит минус Ласкил Ложит кого-то На пятую точку Двил минус Толстячок Папайя минус Двил Медика потеряли Между тем Рандей прокидывает Страй Волфа И без медика Товен ТСП Довольно сложно Будет отыгрывать Злобный пони Поднимает Страй Волфа Но это опять же Знаете Суждение такое Может быть ошибочным Без медика Будут играть намного строже И подставляться Лишний раз Понимают Что медика нет И уже не рез В дыму работает Папайя Работает Айсбэн Перетягиваться в принципе Не стали Потеряли также Штурмовика Своей команды Напоминаю Толстячок Сегодня решил Поиграть именно Штурмовиком Привычный класс Медика Для себя сменил На штурмовую винтовку И посмотрим Очень мне интересно Как он отыграет Злобный пони Хелпует своему тиммейту И строго Строго в защите Стоят Вен ТСП Поджимать никто Не собирается За компами Есть игрок Близко на приемке В подкате Стоит Кампл И лоскил Работает на мешках Также 100% Чекаются перетяжки Айсбэнда Между тем Подкинули на ноль Настреливает Кампл По мусорке Никого не находит Находит Айсбэнда Который успокаивает Успокаивает мувы Штурмовика Команды Вен ТСП Это на самом деле Потеря Страйволф У нас работает в окне Также будет работать По игроку Который Находится за компами И довольно сложная ситуация На самом деле Такая модель атаки Таким количеством игроков И такими позициями Ну довольно сложно Ее контрить На самом деле Злобный пони Также забирает Шондора И ситуация Ситуация печальная Рандея будет пытаться Заходить в спину Слышит абсолютно Айсбэнда Айсбэнд вернее Слышит А спрыгнул кстати С ноля Не стал пытаться Найти в прицел Штурмовика Понимает что это штурмовик И может он Схватить Маслину Так скажем Между глаз Поймать От Рандея В принципе вполне реально Не стали Поэтому пушить Да и пушить Никто его и не собирается Страйволф Смешков Успокаивает штурмовика Команды Вен ТСП Счет 1-1 Счет 1-1 И который говорит нам о том Что Будет потно Будет потно по любому Никто никому Раунды просто так Отдавать не будет И Защиту довольно интересную Выбирают для себя команды Медик со штурмовиком Идут на единицу Медика оставляют в единице Штурмовик Мешки Вдвоем контроль от рынок Но видимо все таки Инфа уже прошла Что это Что это единица Кампл обязательно должен Сейчас слышать окно Дать информацию Своим тиммейтам Но мы видим Варки Варки то коварный И кто-то там стоит Из команды коварный Который может сейчас Действительно очень-очень Сильно натворить тут бед Для команды Вент СП Это у нас Папайя Такая коварная позиция У него на самом деле И если отстоит Тихо Не спалится Не поймут Вент СП Что есть там Игрок атаки То Спокойно зайдет на рынок Перестреляет Там вообще Сделает грязищу И все у него получится Как именно есть лучше Но Кампл Посмотрите Строго работает по арке Видимо понимают Ребята что Есть тут игрок Дочекает Не дочекает Страйволф Находит лосскилла Ранде играет Очень строго Кампл минус Папайя Все-таки Не достоял инженер команды Коварный Кампл минус Страйволф Отличную стрельбу Демонстрирует Кампл Толстячок Синьки навалил Разменял Тиммейта Но Шондер Толстячка Также убил Два в один ситуация Айсбэнд минус Шондер И на самом деле Есть медик В команде коварный Который будет Обязательно поднимать Своего тиммейта Резурекнул снайпера И есть понимание О том Где находится Последний штурмовик Между тем Айсбэнд Потерял уже плент И ситуация Ой-ой-ой-ой Ранде это просто Переворачивает эту ситуацию Остается один в один С медиком Но сейчас только Грамотно отбегать Отдержать дистанцию И отличным хэдшотом Завершает раунд Шот 2-1 Шот 2-1 Не помешало Не помешало Большое количество Вылетов Рандею Именно собраться Настроиться на этот матч И отличную стрельбу Продемонстрировал Остался один в три И двух штурмовиков Там даже один в четыре По-моему Четыре минуса Он сделал Все-таки Нет Один в три Извиняюсь Был штурмовик Был снайпер Был медик Команды коварной И минус три Отрандея Отлично Забрал раунд Свою копилку Это плюс мораль Определенно Но опять же Защита На карте переулки Это доминирующая сторона На которой В общем-то Надо набирать раунды Поэтому ничего Удивительного В этом нет На нуле уже есть Айсбэнд Который будет Без стука Наваливается в плент единицы Лоскилл будет пытаться Контрить заход Но может поймать Сейчас пулю от Айсбэнда Рандей Ворвался Просто с окна Наколотил минус два Папайя Страйволф Упали Упал также Видимо бомб плент Произошло это все На парапетах На парапетах Нашел На Титанике Как еще называют Ну кому как удобнее На самом деле Толстячок пытался давить Еще один минус от Рандея Отлично Пытается Выйдет разве Стреляться со снайпером Но это риск Это риск на самом деле И Лоскилл убивает Злобного пони А Рандей Минус четыре Минус четыре От Рандея Счет 3-1 Кто бы мог подумать Кто бы мог подумать Дорогие друзья Что 3-1 Счет Последний раунд Перед сменой сторон И последний раунд В атаке для коварных Не получается У них атаковать Будут пытаться рашить рынок Похоже И на самом деле Это довольно рискованное Довольно рискованное занятие Кампл Отлетает на лестнице На мешках Будут пытаться Также законтрить синьку Понимают Защиты там присутствуют Айсбэнд работает в окне Будет также скорее Нет Вываливаться на планет Не будет Контролит новый обход Страйволф Минус лоскилл В старом обходе Забрал снайпера Команды Вен ТСП И минус два Для Вен ТСП Но Рандей живет Рандей живет Рандей как знаете Как последняя надежда Так скажем Толстячок Минус двил Медика нет в команде Вен ТСП И теперь Довольно сложно будет Отыгрывать Рандей Минус лобный пони Толстячок Минус шондер А Рандей работает с мусорки Дал минус один Ну Но слишком много Слишком много конечно же Игроков забрал Хоть и медика Но оставаясь один в четыре Против таких жестких стрелков Брать раунды крайне-крайне сложно Но на самом деле Защиту для себя Команда Вен ТСП Отыграла неплохо Забрала три раунда И посмотрим В атаке бы парочку забрать И все было бы Для команды Вен ТСП Прекрасно Также в свою очередь Коварные теперь играют С сильной стороны И посмотрим что же получится Стандартный раунд в атаке 4-1 4 зелень 1 длина Контрит спину Снайпер уже Находится на БК Ловит маслину от Айсбенда Айсбен спокойно С песков его забрал Ушел в центр плента И будут контролить уже заход И давайте посмотрим По местоположению Папайя у нас работает На шестерочке Злобный пони Также сейчас Работает уже на пятерке Поднялся с песков И где же Находится Ой-ой-ой-ой-ой А смотрите Что тут придумал Толстячок Агрессивная позиция Толстячка Абсолютно не заходит Кампл забирает штурмовика Команды коварные И поднять крайне-крайне Будет сложно В очень неудобной позиции Погиб толстячок Там ведь Понимаете Ну хоть вы и смоки Раскидаете Но Слышать кулак Топот на кулаке Медика Который пойдет Ресать Ну Представим Что медик пойдет Ресать такого Погибшего Агрессивного штурмовика Ну на самом деле Медика потерять Сразу На изи Скажем так И рисковать Рисковать Кто у нас сегодня Играет медиком Рисковать Злобный пони Не будет Я уже путаюсь Да ребята Свичнули классы Основные классы Толстячка И злобного пони Это все-таки Толстячок медика Злобный пони Инженер И Ну такой Интересный Интересный набор Да Двилл поднимает Лоскил Между тем На окне Резуректит Своего тиммейта Толстячка Не поднять А Камплта Смотрите Пытается навалиться Но получает В голову от Папайи Минус 2 от Папайи Две шапки Ранде И лоскил Отвечают Тоже серией минусов Но Страйвол Сравнивает счет Ну На самом деле Такой странный раунд Вроде как И минус По коварным Дали Опенфраг сделали Но коварные Грамотные Они не стали Поджимать Отстояли Все свои позиции Потеря штурмовика На их игре Не сказалось Абсолютно никак Собрал Даже Для них Очень нужную инфу Именно Толстячок Погибший На кулаке Довольно агрессивной позиции И все Получилось Как ни на есть Лучшая серия Разменов Привела к тому Что Венте СП отдали раунд И счет 3-3 Отличная Потная катка Смотрим Как Толстячок Занимает агрессивную позицию Будет Простреливать Настреливать Так скажем По зеленке Поднялся на шестерку Не стал Пушить Понимает Что накажут за это Незамедлительно Снайпер с медиком Находятся на балконе Ну довольно таки Стандартный Раунд 4-1 Демонстрирует нам Команда Венте СП Не стали ничего придумывать И Толстячок Опять смотрите Какие агрессивные позиции Занимает этот штурмовик Слышит выход Уже с зелени Должен Обязательно слышать Рандея Который будет открываться Но в то же время Ждет Открытие Одновременного И балкон Но забрать снайпера На самом деле Это милое дело Которого В общем то Там уже и нет Которого там нет И пошел на вал И смотрим Чем закончится Это дело Рандея пытается Найти Толстячка Но В ответку Получает просто Хедшот И Поднять тиммейта Уже будет фактически Невозможно Лоскил Минус Толстячок На заходе Двил также убивает Папайю Плент вскрыли И осталось Отработать по пятерке На пятерке у нас Кто здесь А у нас здесь Злобный пони Который очень и очень Злобный И это все понимают Закатывается Злобный пони В плент Забирает лоскил А также забирает Двилла И Шондер с Рандеем Находится в очень Неприятной для себя Позиции В принципе Должны умирать Рандея Минус Трайвол Злобный пони Поднимает Толстячка Рандея Минус 2 Минус 3 Да что же он делает Просто Расстреливает Просто расстреливает Остается Ситуация Один в один Против медика Не для штурмовика Но Рандея Видно Рандея готов Рандея потеет И пока Единственный потеет Из своей команды В минус играют Почти все Лоскилл 7-7 Ну печально Ну печально конечно Что стрельба Рандея Пока не приносит Такого желаемого результата Коварные выходят Вперед на карте Переуки Со счетом 4-3 И в атаке Не все пока получается У команды Вент СП В третий подряд Раз пытаются вскрыть Оборону Второго бомблента Раунд 4-1 Ну вообще Все-все-все Стандартно Кампл будет Наваливать С центра И будет Хлоповать Своим тиммейтом Даже не глядя На карту Можно сказать Что снайпер с медиком Будут работать Балкон Какое-то время Но нет Но нет Лоскилл минус Толстячок Зелени набревает Штурмовика Команды Коварные И Кампл Также Начинает заходить На кулак Пытаются Одновременно В тайминг действовать Но Папайя между тем Останавливает заход С девятки И не провалиться бы И Камплу На центре Двилл минус Папайя Будет резуректить Своего тиммейта И Кампл Кстати сейчас Может тут насобирать Если пойдут поджимать То может насобирать На самом деле Очень-очень неплохой урожай Из игроков Команды Коварные Но не торопятся Не торопятся Резуректить Есть два медика Но Но отличный минус От Кампла И Двилл поднимает Рандея Я напоминаю Что он Топ фрагер Своей команды Идет очень-очень Неуверенно И отличную стрельбу Демонстрирует Страйволф Минус лоскилл Кампл Разменивается по страйволфу И последним Оставался злобный пони Работал в пленту Навалился Но Пистолет Кампла Остановил его И счет 4-1 4-4 Хотел сказать 4-1 Дорогие друзья Но счет между тем 4-4 Очень-очень потные Раунды нам Демонстрирует Ребята Отличную игру И давайте Посмотрим Кампла Кампл пошел на Двоечку Ждать поджима Атака 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 Развивается в сторону Плента под номером 1 Лоскилл Пытается найти Минус на рынке Очень такая Нестандартная позиция Для игры с снайпером На поджим На поджим Именно Какой-то агрессивный Выпад в арку С единицы На поджим спины Но Развернулись Развернулись ребята Будут пытаться В очередной раз Уже в четвертый раз Подряд Зайти На плент двоечки Кампл остался на длине Подсадка В лице 4-х игроков Команды Вент СП Интересно Как же в защите На данный момент Действует команда Коварный Толстячок И его тиммейт Страйволф Два штурмовика Находятся на Единице Понимают Что это двойка И будут пытаться Хлоповать своим тиммейтом Все уже поняли Но Айсбенд Не стал подставляться Не стал стреляться С БК Понимает Что там есть И в довольно пассивной позиции Сел под тупик Под выход Именно с девятки Пытается настрелять дым Поймать именно Игрока заходящего В какой-то из таймингов И лоскил уже Перешел Перешел Именно там Знаете Такая отметочка Есть Которую переходишь И тебя опять не видно Именно с этой позиции Там такой пикселек Очень-очень важный Для снайперов Который Пересечь Именно Бывает проблема Айсбенд Минус лоскил Лоскил между тем Довольно нестандартно Играет Пытается снайпером Открывать плент И пару раз У него в принципе Это заезжало Адвилл поднимает лоскил Апапайя также Забирает на размене Рандей минус 2 Толстачок Разменивается По Рандейу Потеряли топфрагер Команда Вент СП Злобный пони Поднимает страйвов Айсбенд Еще и забирает медика Команда Вент СП И это провал Это пахнет провалом Именно в этом раунде Понимает Что есть игрок на балконе Что надо его отконтролить Последний находится на балконе Шансов в принципе Нет Камплу надо играть на время Но на времени Просто ему не дадут Услышал Что плент уже Разминируется И надо действовать Надо бежать И десанту Кампла Не удался Успокаивает его Хэдшотом Страйвов Отправляет на последний раунд Перед сменной сторон Счет 5-4 Коварный Очень уверенно Забирают раунды В защите И между тем Один раунд Только смогла взять атака Именно в наборе Из пяти раундов Для себя Довольно стандартный Опять же раунд Не понимаю Почему не пытаются Что-то менять Но Кампла Смотрите Загулял Загулял Это тактика Ипмана О чем сегодня говорил Серега на своей трансляции Кампл Напоминает Это и есть Тот легендарный Штурмовик И будет Заходить в спину А спина Спина контрится Спина контрится Я так думаю Кампл скорее всего Там погибнет На балконе Находится снайпер Лоскилл Хелпует ему медик И довольно строго В защите Коварные стоят Только сейчас Перешли Вроде как Отпустили Но этот тайминг Кампл Собственно и не поймал А вот Поймать одного Игрока Находящегося В пленту Могут абсолютно Спокойно Толстячок Отыгрывает от плента Слышит заход по двойку Есть раскидка И толстячок В принципе Должен погибать Очень много Сейчас зависит Именно от этого игрока Как он сможет Отыграть Свою позицию Если упадет сразу То это печально А если Даст пару разменов Ну мы все понимаем Что протянет Время для своей команды На перетяжку Ранде Минус Толстячок Айсбэнд Разменивается По рандею Папайя Минус Шондер На постановке Плента С центра Как не услышали Папайю Не понимаю Абсолютно Страйволф И Айсбэнд Также Хелпуют Своему тиммейту И без шансов Такой раунд Отдали Вент ТСП Божечки мои Вроде зашли Вроде было Все хорошо Как не услышали Папайю Просто на постановке Силы в атаке И мы смотрим Как же отыграют У нас Команда Ивента СП В защите Напоминаю Защита у них Получается Более или менее Хорошо Но все таки Четыре раунда Не взять в атаке Это на самом деле Очень и очень печально 6-4 по раундам У нас коварные Впереди И будут показывать Заход на двоечку Двоечку сегодня Любят ребята Насколько я помню Только один или два раза Пытались заходить В плент единицы И это было В исполнении коварных Вообще ни разу Не попытались Зайти в единицу Команда Ивента СП Видимо не готова Играть именно По этому бомб Пленту А мы видим Перетяжку Собрали абсолютно Нужное для своей команды Количество информации Коварные И показывают Перетяжку На топол Там инженер Но это коварный Такой инженер Коварный Инженер состава Коварный Который в принципе Будет стоять И до последнего На поздних таймингах Будут все таки Наверное Минус айсбенд На пикселе Поднимает своего тиммейта Злобный пони И отходит Спокойненько Удаляясь Так скажем Двил прокидывает Страйволфа Отличная Отличная хаешка Трехочковая Я таки и называю И времени то Остается все меньше И меньше На перетяжку Времени Катастрофически Не хватит Не хватит Да хотел сказать Катастрофически Не хватает Но 30 секунд И понимают Что перетягиваться Смысла нет Папайя Минус рандей На зелени Пытался поджать И все таки Решились на перетяжку Решились на таких Поздних таймингах На перетяжку Но это на самом деле Может очень жестоко Покараться Стоит дать Минус Папайя И уже Никто не поднимет Своего тиммейта Толстячок Находит кампла И все Все на самом деле Получается 7 секунд Успеет поставить Плент или нет Вот в чем вопрос Вопрос довольно таки большой Если не успеет Это будет мега лол Двил находит Толстячка И да О чем я и говорил На позднем тайминге Решились на перетяжку Но не зачекали Именно Понимаете Вот даже я Зачекал В том что Времени не хватит Но Но коварные решились И не зашло Счет 6-5 Счет 6-5 Отличную игру Вент СП демонстрирует Не пустили Ребят Ребят из команды Коварные В план двойки И все Довольно таки Неплохо для них Получилось Именно в том раунде Очень и очень Много дымов Очень много дымов В которые В принципе Заходить не дают Команды Вент СП Стоят на длине Команда коварные И давайте Попробуем их найти Как же они у нас Атакуют А это единица А это единица Находить никого не стоит Находить никого не надо Отлично Толстячок Находит Кампла В окне падает Штурмовик команды Вент СП Страйволф Уже врывается Чекает абсолютно Все позиции И Проходит на мешке Слышит то что В окне находится Как минимум Не один игрок На тополе Очень жестко Двилл поднимает Кампла в окне Есть понимание Того что В окне Находится как минимум Медик и штурмовик И Страйволф Занял довольно таки Интересную позицию Если будет десант с окна То закончится он Все Очень и очень печально Двилл прокидывает Айсбенда Злобный пони Поднимает своего Снайпера И будут пытаться Действовать Просто жить Медик и снайпер В команде В пленту В пленту единицы Простите Рандей Услышал Страйволф Отличным минусом Отправляет его В следующий раунд Айсбенд Мансуется в пленту Как может Давайте посмотрим За игрой Толстячок Минус лоскил Рандей Минус толстячок Рандей Сегодня вообще жесткий На самом деле Минус 2 от Рандея Отлетел Ну и медик Ситуация 1 в 1 Нормально Все зашло У медика Команды коварные Счет 7-5 У меня просто Уже очень и очень поздно Дорогие друзья И кричать Кричать Не судьба Не судьба И имеем то что имеем И опять демонстрирует Атаку в сторону Первого плента Поняли что Заходит И поджим окна Поджим окна Сейчас будет осуществлен Зайдет не зайдет Толстячок Слышит абсолютно Эти мувы Не будет пускать Заходящих в окно Вообще никак Надо жить И Рандей с Камплом Между тем Зашли под отличную Хаешку От лоскил Кампл минус Папайя Кампл минус Айсбенд И развалили атаку В сторону первого плента Абсолютно Страйволф минус Кампл Злобный пони Минус лоскил Рандей А также могут Загнать Страйволф минус Шондер Страйволф минус Вилл И Рандей Остается Последним Казалось бы Ситуация Выигрышная Абсолютно Для команды Вент Айсб Обернулась Каким-то Непонятным поджимом Зачем полезли? Зачем умерли На Титанике? Абсолютно Не понимаю Зачем дать Просто Отличную Серию минусов И потом отдаться Двум-трем игрокам Команда атаки Вообще Дичь Это дичь Это фанера Это печально Кампл минус Трайволф Папайя минус Лоскил На рынке Решили сагрессивничать Тут Бородино Началось Минус 2 от Кампла Рандей Также дает Минус Папапайи И 2 в 4 Ситуация Двум-папайя Только что Резуректил Своего тиммейта Медик И Айсбенд Остается последним Должен В принципе Его тут Должны В принципе Контрить Ну если Этот раунд Я не понимаю Ты делай грязь Это пиши пропало Слышит Местоположение Игрока Защиты Рядом с окном Один работает Один в арке И один На рынке Против троих Остался снайпер Команды коварные И посмотрим Сможет ли Разрулить Такую очень Очень сложную Для себя ситуацию Под флешку Пытается открываться Но Но флешка не зарешала Кампл минус Айсбенд Счет 8-6 Счет 8-6 Последний раунд Перед сменной сторон Коварные играют Напоминают В атаке И довольно неплохую Серию раундов Взяли Потом перейдут в защиту И все Пойдет Как нельзя лучше Для команды Коварная защита Все таки Ну такая Пожестная сторона Да и показывают Коварные Что могут играть В защите Довольно таки неплохо И пока Переигрывают Команду Вентэспэ Со счетом 8-6 Айсбенда Будут закидывать На ноль Есть у нас В окне В окне Слышит Игрок команды Вентэспэ Что ноль Подсадили Ой-ой-ой-ой-ой Да тут сейчас Вообще интересная Будет ситуация Тут у нас Кампл Кампла Позиция не зашла Только что Я увидел десант Думал Ну сейчас Он-то он раздаст Но Папайя так не считает Отличным хэдшотом Отправляет штурмовика На тот свет И Реснуть Кампла Теперь вообще Нет никакой возможности На самом деле Отстоят И отработают Очень серьезно По ним Шондара Теряет также Команда Вентэспэ Лоскил Разменивается По страйвову Лоскил Также минус Толстячок Толстячок Между тем Успел забрать Медика Команды Вентэспэ Злобный пони Минус Рандэй И Лоскил Остается Последним В своей команде Даже не понадобился Точный выстрел От снайпера Айсбэнда Просто Коварная минка От коварного инженера Команды Коварные Зарешала Зарешала Этот раунд Смена сторон На один Будут пытаться Походу Заходить Команда Вентэспэ Да Есть подсадка От лоскил С медиком Промахивается Айсбэнд По снайперу Команды Вентэспэ И в полном составе Почти Ну медика Забыли Сейчас медика Бы не потерять На парапетах Ну божечки мои Как задержался Дэйл Вот как Заходят уже В пятером Работают на Мусорке Окно не занято Почему Опять же Не знаю Запустят парапеты Запустят Ходоков в спину Спиноходов Да Скажем так Ой-ой-ой Какая позиция Агрессивная была У Страйволфа Настреливает по нему Рандей Львиную пользу Дэмэджа Страйволф получает Но все-таки Отпустили Отпустили Команды Вентэспэ Штурмовика Коварных И это возможно Ошибка Это ошибка На самом деле Отпускать не надо было Агрессивную позицию Занимал Страйволф И надо было За такую агрессию Наказывать Сто процентов Понимают Что окно не занято Оставили в спине Кампла Но Опять же Вот такие позиции Это на стрельбу Такие агрессивные Ведь ну это дефолт На самом деле И чекать будут Сто процентов Заход Если будет Даже заход С мусора Да На выбивание Айсбэнд Работает в окне Рандей пытается Найти его В свой прицел Смотрите Да в пиксель В пиксель Просто чекает Штурмовик команды Вент СП А у нас Между тем Налом Налом будет Также снова Обходки Страйволк Минус лоскил Двилл Минус папайя Отличный Просто хедшотом Отправляет инженера Рандей Минус айсбэнд И серия разменов Приводит к тому Что толстячок У нас остался Последним Пытается жить Пытается мансовать Но шондер Успокаивает толстячка Отличным минусом Счет 9-7 Вент СП Смотрите Красавчики Потеют Потеют Ребята Не хотят проигрывать И пятый день И за это Честь и хвала Честь и хвала На самом деле Рандей Отличную стрельбу Демонстрирует Также подтянулись все Ну шондер саппорт На самом деле Претензий никаких Айсбэнд Принус лоскил На пробеге Видимо Поймал снайпера Дадут не дадут Реснуть Это еще Очень и очень Большой вопрос Двилл Минус поднимает Поднимает Своего снайпера Айсбэнд Контролит заход В окно Злобный пони Также с пистолетом Пытается настрелить Подкат И страйвол В позиции Кампла Прошлого раунда Ой позапрошлого Когда пытался Кампл отыграть Эту агрессивную позицию Но ничего не зашло А страйвол Пытается Научить Научить Кампла Как работают Люди на этой позиции Там смотрите На нуле просто грязище Там уже два человека Команды Атаки находятся Это у нас Рандей И лоскил Будут пытаться Найти Минус Толстячок с папайей Наваливаются Вот о чем я и говорил Кампла надо забирать Из этой позиции Сто процентов Страйвол Забирает Кампла Между тем Двил навалился Забрал штурмовика Лоскил Прокидывает Айсбенда Но Двил живой Двил Кампла поднимет И Вент СП Довольно неплохой Раунд отыгрывает Шондер минус папайя Рандей минус Толстячок На поджиме В спину Вот знаете Развели все таки Да вот Оставив Кампла В спине Именно развели На агрессивность В сторону Мусорки На заход В спину И Отличные Отличные минуса От Вент СП Злобный Пони Поднимает Толстячка Будут наваливать До сих пор Спину И коварная позиция От Рандея Может абсолютно Зарешать Зачитаю Да Зачитали позицию Рандея Минус папайя И Толстячок Будет пытаться В свою очередь Убивать Рандея Злобный Пони Ему в этом деле Будет холповать Раскидываются дымы Просто Закрывает обзор Штурмовику Неужели Заберет еще и медика Забрал Между тем Толстячка Злобный Пони Реснул Папайю Живой инженер А это значит Что может быть Быстрый раздеф Злобный Пони Пытается На прыжке Так сказать Поймать Рандея А Рандея Между тем Вышел то вниз Ну АСБН Отличный минус От АСБН Прекрасно Надо резуректить Почему не инженера Я так до сих пор И не понял Но походу Раунд в атаке Все таки Перейдет Перейдет Времени банально Не хватит На раздеф Планта Да и не понадобилось На самом деле Это время Шондерз В ситуации В один в один Убивает Злобного Пони Но это минус Скорее в копилку Личного счета Инженера Команды Вента СП Времени На раздеф Планта Все равно Не оставалось И счет 9-8 Смотрите Вента СП В атаке Начали набирать Отличную серию Раундов Уже плюс Два раунда В атаке Счет 9-7 Прекрасно Прекрасно Я надеюсь Запотеют Команды Вента СП И заберут Очень важный Очень нужный Для себя Такой Day Point Давайте так скажем То есть Очков в дне Ice Band Минус Лоскил На нуле Нашел этого Снайпера Абсолютно Стандартная Позиция Будет Резурект От Двила Толстячок Отправляет Лоскил Обратно Камерой Повисеть И И строго И строго В данном раунде Сыграли Отличные Два минуса Двила еще Забрал Толстячок И Без медика Без медика Вента СП Меньше Меньше у них Шансов Конечно Забрать этот Раунд Будет Также еще И окно У нас Наваливаться Наламываться Рандей Находит Толстячка В плынту В плынту Минус От Рандей Но Рандей Вообще Демонстрирует Очень хорошую Стрельбу Страйволф Минус Рандей И тут На самом деле Шансов Мало Кампл Минус Страйволф Но Страйволф Упал Именно По поводу Своей Агрессивности Занимал Он Позицию На Тачке И Очень Агрессивно Пытался Действовать Медика Между тем Нет Злобный Поднимает Страйволф И Минус Два Толстячка Все Спокойно Счет 10-8 Матчпоинт Матчпоинт Отковарных Только Только Я начал Хвалить Команду Венте СП Что они Красавчики Что они Тащат Что надо Надо Тащить На самом деле Как Опять Опять Не смогли Взять Взять Простите Мои Дорогие Друзья Я что-то Вообще Стандартный Для себя Раунд Будут пытаться Играть Команда Венте СП Счет 4-1 Знаете Вот такая Тягучая Спокойная Медленная Игра На поздних Таймингах Она на самом Деле Усыпляет И бдительность Бдительность Комментатора Да И вот такие Вот моменты Такое Бывает Такое Бывает И стандартный Раунд В атаке От команды Венте СП Не становится Каким-то Сюрпризом Для коварных Айсбэн Минус Лоскил На БК Двилл поднимает Своего снайпера Не торопится Заходить Рандей Тут мы видим От него Просто танцует На таком На поребрике На этом Просто В стиле Майкла Джексона Что-то такое Исполнил у нас Рандей Ну видимо Все-таки Он пытался Показать Что перелез Не один То есть Должны понимать Что слушают С плента И просто Такой знаете Мув Показали Перетяжку Но на перетяжку Не пошли 55 секунд До конца раунда Остается Лоскилл Пытается наломиться Толстячок Минус Лоскилл На БК Поднять На самом деле Времени Будут Будут закидывать Медика Вент СП Рандей Прокидывает Толстячка Отличный минус Трехочковой Хэшки Злобный Пони Поднимает Своего Штурмовика Но Двилу Походу Реснуть Не дадут Довольно Далеко Зашел Лоскилл Перед тем Как погибнуть И в открытой Позиции Лежит Дымы Только сейчас Пошли Именно На снайпера Резуректить На самом деле Очень Рискованно И между тем На перетяжке Ловят Кампла Ловят Последним Работает На балконе Толстячок Абсолютно Его слышал И поздравляю Команду Коварные С счетом 11-8 На переулках Забирают Они Еще одну Победу В свою Копилку Напоминаю У них Три победы Два поражения И с пятью Поражениями Поражениями Команда Вент СП Будет Плавно Переходить В шестой день Не повезло И вот Очередной раз Мы видим Дикчайшую Стрельбу От Вент СП Какого-то Одного игрока О чем я и говорил Что у нас Что Ти Кью Что Вент СП Отличаются Именно Только этим Отличная стрельба Но какое-то Невнятное Именно Движение Всей командой По карте Стандартные Раунды Вот эти В атаке 4-1 Ну они вообще Ни для кого Не удивительные И по-моему Только один Или Один раунд По-моему Такой вот Когда заходили В двойку 4-1 Только один раунд Зашел У команды Вент СП Они взяли Такой раунд А остальные раунды Провалили Ничего в атаке Не поменяли И вполне Вполне заслуженная Победа Команды Коварных Можно поздравить Этих ребят С прекрасным матчем С 11-8 Напоминаю Выиграли И Отметить Отметить Можно только то Что ребята Играли Своими Не основными Классами С чем это связано Я не знаю К сожалению Дорогие друзья И мы плавненько Будем переходить К вручению подарков К вручению подарков Переходим Для вас у меня Заготовлен Отличный пин-код На 100 активаций И самый шустрый Самый проворный Ну все как обычно Вы все знаете В принципе Что вам рассказывать Для вас работал Юра Ноунейм Не забывайте Завтра В 8 часов Приходите на трансляцию Я вам даже могу сказать Какие завтра матчи Мы будем смотреть Мы будем завтра В 8 часов Смотреть команду АГ против Steel Stars И в 21.00 По московскому времени Конечно же Посмотрим Вент СП Против TQ Два аутсайдера Завтра встретятся И все же Одна команда Завтра Первую победу В свою копилку Заберет А кто это будет Узнаем завтра В 21.00 По московскому времени Пин-коды На ваших экранах Всем спасибо За прекрасный вечер Две отличные игры Мы посмотрели И с вашего позволения Дорогие друзья Я удаляюсь Пин-кодик еще повисит Активируйте Не стесняйтесь Получайте прекрасные подарки И все у вас будет хорошо Напоминаю Для вас работал Юра NoName Всем спасибо Ребята Всем пока Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова